Банк с этой ситуацией успешно справился. Все наши операционные подразделения отработали замечательно. Нигде не было проблем у клиентов с возможностью воспользоваться своими средствами. Мы своевременно загружали банкоматы, сами банкоматы работали без сбоев, работали в усиленном режиме все наши операционные подразделения в Москве и в регионах. И те операции, которые мы могли проводить по пластиковым картам без процессинга с международными платежными системами, мы проводили. Подкрепление в Центральном банке мы получили миллиард рублей. У нас была своя наличность в кассе, но это нормальная процедура. Дополнительно мы взяли миллиард рублей. У нас были трудности с наличными долларами и евро, потому как некоторые кредитные организации отказывали нам в проведении банкнотных сделок. Но тем не менее мы по максимуму подкрепились и наличными долларами и, соответственно, принимали заявки на понедельник, на вторник для того, чтобы полностью удовлетворить всех желающих. Это не помощь Центрального банка в смысле ликвидности, это возможность получить наличные деньги с нашего корреспондентского счета. Что касается снятых вкладов, цифра порядка 4 миллиардов, основная часть пришлась на пятницу, но и какие-то средства были сняты в субботу. Это вклады плюс средства с карточек. Наши банкоматы в пиковые моменты выдавали более 50 миллионов рублей в час, что превышает в разы нормальный режим их работы. Мы считаем, что большинство спорных вопросов можно решить во внесудебном порядке. И надеемся, что мы в этом своем убеждении не разочаруемся и все вопросы, которые у нас возникнут и возникли с платежными системами, мы сможем урегулировать без суда. На сегодняшний момент не рассматриваем возможности, у нас нет никакого желания судиться. Мы считаем, что сможем решить все вопросы путем переговоров. Наша первая очередная задача – окончательно отладить работу наших карт, потому как эхо этих событий будет еще несколько дней давать о себе знать. Новые БИН-таблицы, в которых нет СМП-банка как участника платежных систем, были разосланы по всему миру. Те банки, которых рьяно и быстро прогрузили, теперь должны сделать это все в обратную сторону. Есть технические трудности на территории России. Наши карты работают уже, я так понимаю, везде. Вчера ключевые игроки на этом рынке нас прописали в своих системах, и мы оттестировали. Поэтому наши карты в России гарантированно работают уже везде. У всех крупных игроков, это точно. За границей теоретически могут быть вопросы, но мы думаем, что в ближайшие несколько дней они тоже решатся. Надо понимать, что мы работаем для клиентов, поэтому я бы хотел предостеречь тех, кто выступает за изобретение собственного велосипеда. Есть несколько проектов, которые сейчас в России реализуются с разной степенью успешности. Но очень важно, чтобы ситуация, которая сложилась, она все же не привела к тому, что будет профинансирована не очень удобная и не очень востребованная, на самом деле, людьми программа. А наоборот, будет решен вопрос с безопасностью расчетов. Поэтому я думаю, что, например, китайский опыт, когда транзакции внутри страны могут маршрутизироваться действительно местным процессингом, он является правильным. Но здесь очень важно, чтобы это была технология, во-первых, совместимая с уже используемой на рынке, чтобы банки, которые закупили эквайринговое оборудование, закупили банкоматы, закупили чипы для карт, чтобы это не потребовало колоссальных средств по техническому перевооружению. Первое. Второе. Мы считаем, что все же было бы правильно, чтобы одной и той же картой клиент мог пользоваться как внутри России, так и при выезде за рубеж. Мне кажется, это самые важные вещи, о которых надо думать.